Сегодня познакомимся с полезным для радиолюбителям прибором это индикатор короткозамкнутых витков. Его можно изготовить своими руками. Радиолюбителям нередко приходится самим изготавливать трансформаторы, дроссели, электромагниты и другие устройства, имеющие одну или несколько обмоток. В них могут возникать короткозамкнутые витки, отрицательно влияющие на работоспособность прибора. Причины возникновения короткозамкнутых витков самые разнообразные. Это некачественная намотка, повреждение изоляции провода и другое. Но убедиться в отсутствии короткого замыкания поможет индикатор, описание которого мы сегодня приводим. Индикатор короткозамкнутых витков представляет собой генератор низкой частоты на одном транзисторе, работающий в режиме непрерывной генерации и имеющий регулировку частоты вплоть до ее срыва. Достаточно образоваться лишь одному короткозамкнутому витку, чтобы увеличилось противодействие электромагнитных полей между катушками индуктивности, вызывающие уменьшение общей ЭДС в обмотке, и в результате транзистор закрывается, что приводит к прекращению генерации. Порог срыва генерации устанавливают переменным резистором. О наличии нормальной работы генератора индикатора сигнализирует звук, тонкий писк и горение светодиода. Индикатор содержит три катушки индуктивности L1, L2 и L3. Намоточные данные вы сможете найти в описании под видеороликом. Также на экране вы видите аналоги транзистора P217. Питается этот индикатор короткозамкнутых витков под батареей постоянного тока 4,5 В. Собрать этот прибор очень просто, но он может помочь радиолюбителям в радиолюбительской практике. Ссылку на эту схему вы также сможете найти в описании под видеороликом. Поставьте, пожалуйста, лайк после просмотра. Если вы впервые на нашем канале, также поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Мы вместе с вами знакомимся с интересными, очень полезными и несложными электронными схемами.